Акценты выступления Кировника Державы были изроблены на розных аспектах развития Брестской области. Как было отзнашено, Беларусь зарабила велизарный крок в развитии розы галиновой творчести. Александр Лукашенко отзнашил. Объем промысловой творчести вырос в 5,5 разов. Экспорт товаров – амаль у 7. До 2,6 млрд долларов. Большое видится на расстоянии. За 25 лет нашего суверенного развития мы сделали огромный шаг вперед в промышленности, в сельском хозяйстве, технологиях, в социальной сфере. На примере Брещена это видно особенно. Сегодня некоторые из тех, кто у вас тут пытаются подвергнуть это сомнению, мутят воду, говорят о потерянных годах, о том, что с этой властью мы якобы зашли в тупик, что кругом одни проблемы. К этому надо относиться с пониманием. Может быть даже спокойно. Это естественно. Идет политическая борьба. Но цифры ведь не обманешь, а они красноречиво свидетельствуют об обратном. Бизнес, который честно работает на благо нашей страны и народа, мы всегда будем поддерживать. Здесь у нас могут рассчитывать. Это моя твердая позиция. Я ее не менял и менять не буду. В своем выступлении Александр Лукашенко так само засерозил увагу присутствующих на тему, что Брест становится логистичным центром региона. И приоритетным накерунком для Брещены видится логистика. Приоритетным направлением для Брещены видится логистика. Нашим боком данное географическое положение счастье для нас. Мы находимся на пересечении торговых путей с запада на восток, с севера на юг. Сегодня Брест, Барановичи – это ключевые точки нового шелкового пути. Это миллионы и миллиарды тонн грузов, огромные деньги и потоки товаров из Китая в Западную Европу. Это центр притяжения для создания информационной инфраструктуры и использования самых современных производственных и логистических технологий. Совместно с правительством незамедлительно вам следует заняться модернизацией подвижного состава и транспортной инфраструктуры области. У вас трасса Брест-Гомель – это тоже важная для нас с точки зрения и внутренних перевозок, и транзита артерии. Посмотрите, что надо сделать, чтобы привести ее в порядок. Ну и я не скрываю, на принципах частного государственного партнерства мы замахнулись на строительство такой же дороги, которую мы построили на Гродно, Могилево, Гомель и так далее, четырехполосной дороги. У своем выступлении президент Аксамаза зародил увагу на тем, что, маючи веризарные макшивности у промысловости, перопрацовцы, серьга-соровины, будовництвя и логистицы, в область так и не пропонавала масштабных инвестиционных проектов, які здольны стать новыми кропками развития региона. Что течет Сабреской в области, то керівник державы отзначил, что и тут в области добрые перспективы, которые потребуются решения в ближайшие термины. Так само были расследены и другие вопросы социально-экономического развития.